...знать вам о сём, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливым же, почитаю, доколе нахожусь в этой интересной храме, возбуждать вас к напоминаниям, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне, буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Ибо мы возвестили вам силу и пришествия Господа нашего Иисуса Христа нехитро сплетённым баснем последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он, Иисус, имеется в виду Иисус, принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принёсся к Нему такой глаз, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором моё благоволение». И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в тёмном месте. Слово Божье таким образом описано, потрясающе, красиво. «Доколе», написано, «не начнёт расцветать день, и не взойдёт утренняя звезда в сердцах ваших». Самое любого познания, да, уже потрясающе. «Знай прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но извлекали его святые Божьи человеки, будучи движимым Духом Святым. И сегодня, будучи движимым Духом Святым, верующим, преображаемся в его святой образ. Спасибо тебе, Господь! От славы, славы, от силы, силы. Аминь, аминь, аминь. Спасибо тебе, Господь! Благословен Бог наш, всегда, нынки, пресно, во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Царю небесный, утешителю, Дух истины, Ты, которая везде присутствуешь и всё собой наполняешь, Сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришёл и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны, И Ты спас благой души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе! Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе! святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, хвалательный славы и честь, Божий всемогущий, свят, свят, свят Господь Божий всемогущий. Саваоф, слава тебе, Господь Войности. Благодарю тебя, Господь Божий, за этот собрание наше. Благодарю тебя, Господь всемогущий, за то, что ты, Божий, действительно открываешь эту светлую звезду, сияет в нас. Твой свет сияет в нас, верующий. Слава Тебе, Господь! Божий самогущий и будучи движенным Духом Святым Твоим, Господь! Действительно, Боже, мы преображаемся в Твой образ. От славы в славу, от силы в силу. Слава Тебе, Господь! Благодарность Тебе и Хлопа Тоже Наша. Слава Тебе и Хлопа! Аминь! 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 Пожалуйста, присядь, друзья! Слава Тебе, Господь! Аминь! Аминь! Потом обязательно поделись. Поделись. Аминь! 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 Мир вам Божий и любовь Господа нашего Иисуса Христа честь быть здесь. Вот. Я, возможно, полтора часика должен разлучиться. Аминь! 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 Родные мои! Как епископ делился вот этим свидетельством. Я не знаю, я каждый раз слышу, и каждый раз для меня просто Господь сияет совершенно новыми красками, когда просто-просто слышу вот это проявление, да, любви и славы, и заботы Бога. И я каждый раз теряю свою жизнь, а смог бы я так? Вот. И я до сих пор не знаю. Но я знаю одно. Что вот эта ситуация, вот это, скажем так, вынужденное преображение. Вынужденное, да. Да. Вот. Вынужденное. От кризиса, да. То есть, просто, вот как Иону Бог взял, вот, у Него выбора не было. Вот такая же ситуация, просто добровольно, недобровольно, но ты будешь преображен. Да. И все. Выбор. Выбора нет. Но к радости и к сожалению, я не знаю, но не у всех такая судьба, но всех Господь призвал к преображению. Аминь. Аминь. И каждый раз это слышу, каждый раз у меня трепость в сердце, и каждый раз внутри вот то, что Господь им не говорил и продолжает говорить, вот в том состоянии вот так должно жить каждому верующему. Вот, 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 вот. Это не то, что один раз что-то увидели. Вот разница между славой Старого Завета и славой Нового Завета. Зачем Моисей покрывал, чтобы Израиль не увидел уходящей славы, что она иссякает. Он скрывал вот это тление, он скрывал, то есть было свечение, было слава. Но чем дальше он среди людей, тем оно просто уходило, свечение прекращалось. И он не хотел, чтобы люди это видели, что оно прекращается. И он скрывал это от людей. И, к сожалению, вот это покрывало, которое скрывает, что слава Старого Завета, оно проходящее, переходящее. Оно до сих пор на людях, которые питаются от закона и которые, ну, живут, да, на основании, то есть отношений с Богом в Старом Завете. Они не видят, что вот эта слава, к которой они стремятся, она уходящая. Это слава Моисея. И покрывало снимается как раз те, кто встретились с Иисусом Христом. Которые могут разделить вот эту славу, которая, ну, пластно, раз, вспышка яркая и все. И потом уходит, 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 уходит куда-то. И мы опять становимся обычным человеком. То есть мы, прекращая свои какие-то вещи, становимся обычным человеком, который по обычаю своему рождует Богом. И слава Нового Завета, которая не переходящая, не переходящая, которая только идет по возрастанию, которая только, она развивается и растет, как Иисус говорил о Царстве. Оно подоблено маленькой семечке, горчичному зернышку, который превращается в огромное дерево, в тени которого даже птицы небесные повернут свои звезды. И вот эта слава, она чуть-чуть другая. И вот то, что было показано вот там, возможно, через кризис, возможно, через какие-то неблагоприятные обстоятельства, но в сердце открылось. Когда уже пути нет ничего, мы можем встать по-настоящему перед Иисусом. По-настоящему, да, показать свое сердце, по-настоящему вскрыться и вот я. Уже нет там путей плана Б, путей каких-то там, ну если не получится, то так. А все, назад пути нет. И преображение происходит на самом деле. Но у нас есть шанс добровольный. Подумайте сами, вот зная, что такой любящий Господь, который хочет нас видеть, да, каждый, каждый, то есть он видит нас во Христе. И не меньше, чем Христос. И это большая гордыня, на самом-то деле, себя считать, да, понимаете, да, считать, что я не достоин того, за что заплатил Иисус на кресте. А он заплатил, семя посеялось, да, он свою жизнь, да, будучи Бога-человеком, будучи истинным человеком, да, посеял, и рождается что-то такое же. Написано, что он приведет много сынов в славу. И мы не меньше, не больше. Бог нас видит в Нем и ценит в нас Его, живущего в нас в сердце. И наша задача вот в этом преобразится до полна. Как Иисус сказал, я иду к Отцу, а вы тут остаетесь и еще больше сделают. Не меньше, а еще больше. Что больше? Иисус ходил по воде, правда, и говорил, вы еще больше сделаете. Иисус мертвых воскрешал, да, больных исцеля, бесов изгонял. Говорит, вы еще больше сделаете. Иисус преобразился. Иногда, если я так думаю, ну, может, канонически, может, не канонически, извините за мои, может, не очень глубокие познания, но у меня такое чувство. Иисус один раз взял с собой на молитву троих учеников. А каждый день он уединялся сам и пребывал с Отцом. И когда он их взял, они увидели, что одежда его преобразилась. Написано только об одном случае, когда ученики это увидели. А сколько таких случаев возможно, когда ученики не видели этого? Да, что это настоящий Иисус, это настоящий Адам, это настоящий человек, но ради нас он этого все снимал и родил, ну, как обычный мужчина. И на всех это было, на самом-то деле, призем. И когда он говорит, вы сделаете больше, можно назвать это заповедь, можно назвать это поручением, можно назвать это обещанием. Но каждый, кто пойдет за Духом Господним, пойдет сначала в пустыню, а после этого, дальше в преображение к за. и давайте подумаем действительно, а что если, зная, что такое возможно, мы позволили действительно Духу Святому. Я не знаю, как у вас, но у меня, когда я слышал вот такие вещи, как раз слышали, какие случались вещи, да, я не знаю, но мне еда просто в рот не лезет. То есть ставя на весы, да, вот эту обычную жизнь и возможность славы Господней, когда ты свободен от всего. Тут, как бы, все хорошо, да, я верующий, я, как бы, у меня все нормально в семье, побеждаем болезни, исцеления начинают происходить. Ну, как бы, так можно прожить жизнь, я уже слава Богу. А если действительно подумать? Вот, вот реально сейчас мы говорим, да, и Петр говорит, не сам разуйтесь с века в зим, правда? И Павел, Павел, да, Павел. И он говорит, не будьте рабами стихий, зачем вам впадать в рабство, если Иисус вас освободил, всяких предписаний, стихий, вещей, всего. К свободе, например, в свободе от всего. Поймите, если вы зимой выйдете, да, на улицу в шортах, и вам холодно, как быть по-человечески, это нормально, правда? Но я это свободно еще не назову. Я не свободен от холода, правда? Мне нужно одеваться. Ну, не поем я два дня, я чувствую голод. Я не свободен от этого. А мы призваны к свободе. Это не значит перестать вообще что-то, да? Нет, это значит жить в свободе и стремиться к этой свободе, к которой мы призваны. Стремиться к своему призванию. И я знаю, и святых было. Я знаю несколько тоже реально людей, которые свободны, по-настоящему свободны. Им ничего, понимаете, да? Если человек свободен, например, от холода, от жары, да, он спокойно хвоточку земле и не мает, да? Но он может и в шортах ходить. Лишь, чтобы не было соблазна. Понимаете? Но это внутренняя свобода, она решающая. И вот это единение со Христом и внутреннее преображение, вот к чему мы призваны. Наша жизнь — это внутренняя жизнь. Наши достижения, наши львы и медведи — это наши внутренние скоршения, победы. Когда никто не видит, никто не знает. И мы призваны быть победителями. И говорит Павел, да, мы больше, чем завоеватели. И Соломон, всюду сказано, да, кто победивший себя, больше завоевателям будет. И не свершать внешние какие-то вещи, настоящая слава — это внутреннее преображение. Настоящее Господнее и ведение Духом Святым это не пойти там дать денег, не пойти попророчествовать, не пойти воскресить кого-то. Это хорошо, но это маленькая часть ведения Духа Святого. Мы только за этим, к сожалению, гоняемся, потому что недопоняли Иисуса. Если бы так Иисус жил, Он бы светился по городам. Понимаете, да? Слава, являясь славой. А Он, наоборот, прятал ее. Еще говорил, никому не говорили. Воскресил девочку, никому не говорили. Слепого, да, ну, исцелил, говорит, тихо. Слава — это не внешние вот эти проявления бу-бу-бу-бу-ба-а-а-а, стадионы и так далее. Это маленькая часть славы. Но если за ней мы бегаем, мы упускаем всю славу. Потому что настоящая слава Господня. Слава Нового Завета. Это то, что меняет наше сердце навсегда. Это то, после чего мы не можем жить уже по-другому. И не важно, в чем это проявилось. Исцелился человек. Как у меня, да, Господь решил мои проблемы. Я бегал, в бегах был, Господь решил мои проблемы, и я мог возвращаться, да, обычно домой. И я встаю, а мое сердце уже другое. Я не хочу возвращаться. И я хочу знать того, кто решил мои вопросы. И вот это новое уже сердце, вот слава, втайне преобразившая меня. И я последовал за Иисусом. Никто меня не тянул, не тянул. Реально никто не тянул. Он сам просто явился и говорит, может дальше жить. Я дальше не хочу жить. И я опять туда проблемаюсь. Слава это, да, кто-то исцелился, кто-то, да, просто что-то услышал. И эта мысль, как червяком, просто влезла в мозг и в сердце. После этого я не могу уже по-другому жить. Я уже не могу быть тем самым человеком, который и раньше был. Вот, вот настоящая Слава. Она может проявляться во всем. Мы услышали молитвы. И она коснулась, как со мной изменилась. Мы услышали проповедь. Вот это свидетельство мы услышали. Она коснулась. Вот действия Славы Божьей. По-настоящему Слава Божьей. Которая навсегда нас просто соединяет с Богом. И у меня уже вариантов нет. Она может через все. Через осла такого, как я, действовать. Через кого-либо Слава Старого Завета не меняла сердце человека. Понимаете? Сердце было необреем. Покрыто. Сокрыто. И принадлежало человеку. Как бы ни хотелось бы, поймите, да? Даже Авраам и все эти... Бог сказал, да? Он сделал, правда? Бог, Моисею Бог сказал, он пошел, сделал. Но сердце даже Моисея говорит... Нет, 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 Бог, нет. Понимаете? Вы думаете, Авраам радостно побежал резать своего сына? Понимаете, да? Нет. Но он послушал. Но сердце было против. Сердце старого человека всегда против. Сердце старого человека, оно не понимает Бога, оно противится Богу. Оно может согласиться с Ним внешне, да, сделать что-то, но внутри оно не согласно. Оно враждует, оно продолжает враждовать. И в старом завете было вот это. Давид, Соломон, даже Дух Святой был над Ним, вы понимаете, да? Но сердце его все равно. Оно не совсем было согласно. Оно оставалось, как бы, оно шло своим путем. Этот путь мог согласиться с Божьим иногда, мог не согласиться, но на это сердце он сам решал. В Новом завете Иисус нам лишил такой возможности абсолютно. И слава Нового завета как раз преображение сердца. Понимаете? Новозаветний Авраам побежит просто резать сына, несмотря ни на что. его сердце будет стучать до Божьего. Моисей, Новозаветний, побежит за Богом, и у него внутри все, что хочешь, все, что хочешь, только все, что хочешь. И оно рвется, да, стучит Христа ранее. Вот это преображение принес нам Иисус Христос. Когда она действительно преображается в тот же образ, который, да, поймите, да, можно сказать, что Иисус говорил, просил у Бога, если это возможно, да, чтобы обошла меня чаша сия. Но, тут как раз разница, понимаете? Между разумом и сердцем. Сердце Иисуса навсегда и изначально, и до конца было приемлемо к Богу. Говорит, пусть Твоя будет Твоя. Его сердце абсолютно полностью поддано. Это была молитва чуть-чуть несогласия разума, пронеси свою чашу. В Старом Завете наоборот. Разум Авраама согласился. Понимаете, да, он действовал на сердце. И представьте себе, если мы действительно пойдем за Духом Святым, и наша жизнь будет внутренней, по-настоящему внутренней. Когда, как мы живем обычно, работа, дом, семья, дети, близкие, правда? И это основа нашей жизни. И нам нужен Бог в помощи, чтобы со всем этим справляться, правда? Но тут получается, Бог только поможет. Мой. Понимаете? Я справляюсь, а Бог поможет. Преображение. Настоящее преображение. Когда меняется все, мы знаем. Я во Христе. Христос во мне. Все мое принадлежит Ему. Все Его принадлежит мне. Мы одно целое. И теперь я даже на ситуации сам отреагирую. Приходит что-то. Или я просто не знаю, что отреагировать Иисуса, что это, что мне делать. Или я знаю от нового нутра, как действовать. И это действует вверх. Настоящая вера. В которой есть спонтанные просто реакции на раздражительную ситуацию. Та же вера. Вот когда, понимаете, подойди к обычному человеку. Подойди к девушке. Вот она. Ну нормальная реакция человеческая. Подойди к боксеру. Он изменяться будет. Он скажет, я не хотел, и он реально не хотел. Потому что это инстинкт. Это уже рефлекс наработанный. Это автоматом у него получается. Что вырубит тебя и все. Он реально не хотел. Это сквозь его разум. Это реакция. Настоящая вера. Христова вера. Иисус не думал, как поступать. Закон нас заставляет думать, как лучше поступать. Но сердце поступает, как оно считает, нужным. Вне закона. Вне каких-то рам. Понимаете, да? И вот слава Господне предупрежает это сердце, что мы поступаем как Иисус по-настоящему. Каждый день в своей жизни мы вместе с Богом навсегда. И мы вместе что-то делаем в этом мире. Мы вместе любим живу. Мы вместе растим в день. То есть, понимаете, теперь дети, жена, все вещи, все ситуации у них второстепенно. Это не значит, что они меньше стоят. Нет. Они такие же и даже больше. Но вот это внутреннее тайное. Тайные свершения. Тайные победы. Тайная влюбленность. Тайные вот это отношения, о которых я... Я не могу рассказать. Я не могу открыть это. Это слова. Словами невообразимые. Это просто стенания внутренние. И ответ на эти стенания, это постоянное присутствие, это осознание, это мышление, это все. И мы с этого живем. И там уже жена не жена, это не суть. Дети, не дети, не суть. Ты этим живешь. Есть прекрасно. Ведет отлично. И ты весь занят. Ты не рвешься. Ты успокоился. Ты не дергаешься. Ты не думаешь, как поступить. Тебе хорошо. Тебе благостно. Из благости это выносится наушку, в этот мир, что-то благость. Ты не в состоянии разозлиться. Ты не в состоянии обидеться. Ты не в состоянии, как вот это действительно, да? Первое, Второе Петра, да, читали? Шаг за шагом. Шаг за шагом. Шаг за шагом. И вот если это у вас есть, знали, вы идете правильным путем. Мы все ищем, как мне не упасть, правда? Как мне не свернуть от Христа, и в основном зацикливаемся на людях. А Петр показывает. Вот то, что читали сегодня. Как мне идти этим путем? Если это у меня внутри есть, начало развиваться, если я действительно встал на внутренний путь, у меня, я иду, я тащусь. Нет. Нет из силеного человека, нет воскрешенного, нет того, что Бог меня благословил, а я тащусь от внутренних, действительно наслаждаюсь внутренними победами. Если я раньше боялся, теперь не боюсь. Если я раньше рахтал, теперь нет. Если я раньше мог повысить тон, чтобы быть недоволен своей женой, теперь нет. Теперь я абсолютно доволен и счастлив. И вот это мои победы, которыми я иду. Если я раньше мог устать, теперь нет. Если я раньше мог быть голодным, теперь нет. И дальше, 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 вызов за вызовом, их еще немерено. Но я верю в этот путь, по-настоящему верю в этот путь вот таких свершений. И ты каждый раз видишь, где ты еще раб. И каждый раз ты понимаешь, что тебе реально нужен спаситель от этого рабства. И тут жизнь тебе в помощи. И в этой немощи как раз его слава не проявляется. И правильно сказал Бог. По Павлу, Павлу, что? Я просил Бога избавить меня, правда? Он говорит, достаточно тебе, благодать тебе моей. Мы думаем, ну, может, он болен был. Разные версии, разные версии на этот стишок. Ну, кто-то говорит, это евреи, там, ему всю работу, может быть, портили. Потому что после того, как он ушел, там, три года побыл, он ушел, приходили и начинали учить законы. И соблазняли людей, которых он, как бы, как детей воспитывал, да, совращали его детей. И, как бы, это неприятно по-человечески, правда? И он говорит, просил Бога. Или это болезнь какая-то, да? Кто-то говорит, эпилепсия была, что ангел сатаны там в него сотрясал. Кто-то еще, но неважно, не суть. Если взять даже каждую из версий, я очень люблю теологию за разнообразие. Это просто уникальная вещь. Ее можно и так учить, и так учить, и так, но с какой ни стороны не глядешь, Господь велик. Аминь. Аминь. Слава Богу. Ничего вам слава. А вот, как, меня тоже спросили, ты веришь во второе пришествие Христа? Говорят, ну, есть три варианта. Есть вариант, что Он был. Есть вариант, что Он есть. Есть вариант, что Он будет, правда? И Иисус не исключал этих всех вариантов. Понимаете? И если вот смотреть вот на это, да? Эпилепсия, хорошо эпилепсия, болезнь, хорошо велик. Достаточно благодати. Правда? Зачем? Благодати, чтобы преобразиться и быть вне этого всего. Чтобы войти с головой в царство. И чтобы болезнь осталась за дверьми, потому что я ее царский день. Понимаете? Достаточно благодати для этого. Не освободить тебя от болезни, чтобы ты еще одной ногой где-то в мире был. Не освободить тебя, чтобы ты остался одной ногой в мире и в рабстве. Ну, просто легче стало. А достаточно благодати, чтобы ты полностью отбирался. Или так люди там портили, да? Вот всю картину, все служения, грубо говоря. Но достаточно благодати, чтобы ты перестал смотреть на свое служение, смотрел на Христа. И от него черпал сил. Да благодати достаточно для всего. Если мы радикально начнем смотреть на славу, победа в том, что ничего больше не будет тебя выручать. Ничего больше не сможет тебя остановить. Каждый раз дьявол подходит к человеку, поймите, старый завет. Подходит дьявол к человеку, человек упал, да? Новый завет, подходит дьявол к человеку, человек поднялся над ним, дьявол афазорил. Это было у Иисуса, правильно? Подошел, в пустыню приходил, в результате, что с пустыни Иисус вышел в силе. Благодаря кому? Косменно благодаря дьяволу, понимаете, да? Не прямо. Косвенно. Благодаря Богу. Конечно, и всю славу Богу, который все во благо, и даже эту тварь. Так что достаточно, родные, благодати для преображения нас в образ Христа. Будьте благословлены. Поболись, поболись, поболись. Родные, я благословляю вас. И пусть нас и ходит. Великий Господь ведет каждого из вас. Отдайтесь Духу Святому, который будет вскрывать нам, наше сердце. Как Давид говорит, открой мне Господь. Исследуй меня, покажи, направлено ли я пути. И пусть Дух Господень показывает вам. Показывает вам вас настоящий. Показывает нас настоящее отношение ко Христу. Показывает, что мы еще держим в тайне. Пусть свет приходит в наш душ, в наш душ, и пусть в этом будет настоящее ведение Духа Святого. Чтоб каждый день мы новые, каждый день мы настоящие, каждый день мы не лицемерные. Каждый день ведение Духа Святого нас открывало настоящее. И чтоб действительно 80-90% это была моя тайная жизнь Духа Святого. А лишь все остальное, 10-20, это пойти что-то сделать. Но основной акцент здравости, ведения Духа Святого, это внутреннее преображение. Это еще больше понимания, это страсть и стремление. И я благословляю вас, чтоб навсегда ваша жизнь изменилась. Чтоб действительно навсегда этот червячок Божьего Духа, Божьей и Божьей любви влез в ваше сердце. И повел вас, чтоб вы повелись в неведомое. Вот это притяжение руки, пошли, пошли, любимая, чтобы уже не было куда, а было там, куда бы ни было на Собой. Вот я вас этим благословляю, моими Отцами, Сынами и Святого Духа. Аминь. Аминь. Это приезжая такая? Да. Попрошу. 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 Второй раз у вас взяли, болезная корона. Твое раз? Или третий раз? Треть раз. Треть раз. Третий раз. Ну, действительно, сегодня такой праздник чудесное преображение. И Иисус, Он нам даровал это чудо преображения. я. Чего? Изначально мы были преображённые, потому что Господь Бог нас сотворил по образу и подобию своему. Мы уже не были преображённые. Мы уже несли славу Божию. Господь доверил управлять землёй, Господь доверил управлять животными, Господь доверил управлять всей Вселенной. Изначально он пришёл в армию и уморовал у нас преображение на жизнь. Уморовал. И как говорил это, то есть паск, то есть не письма, всего одно. Первый это показал Маше своё преображание, что Господь хочет вернуть нас к тому состоянию, к той доле, с чего это всё начиналось. И для этого был нам потом Господь Иисус. Ишуа, Его имя правильно, потому что мама Его назвала Ишуа, то есть спаситель мира. Иисус, Он не имеет значения. Есть Иисус, есть Иисус, есть прочее, прочее, но имя Его изначально и во все времена Ишуа. Это Его имя, которое назвало Маше. И Ишуа как принёс это преображение. Принёс вот эту славу. И Он научил нас как быть преображёнными. Он назвал нас Севики как раз. И образ Я Севики. И она говорит, тот, кто любит меня, тот, кто исполняет мои заповеди, тот, кто следует за мной, тот есть семя. Ага, Ага, Ага. Он хочет нас вернуть в Тору. Он хочет вернуть нас к своему преображению. Потому что это благодать хорошо. То есть мы не будем жить этой жизнью. Если семя не вырастет и в Рима, а что такое и в Рима? Что такое преображение? Это отрезаться от своего дома, от своего язычества. И стать тем, кем ты был изначально. Народом больше. И если это семя Абраамова, оно должно вырастить и в Рима. Как в Руте написано. Да будет, Господи, твой народ, Божий народ, моим народом. Да будет, Господи, твой Бог, моим Богом. А мы верим в Бога Абраама, Исаака Якова. Потому что Иисус и сказал, что семя Абраамов. И Бог один, потому что к нему поклоняется Иисус и молился. Молитесь, как я, отче наш, он молился Богу Абрааму. И это есть преображение. Потому что если мы остаемся, он назвал, но мы остаемся тем же семенем и не меняемся, не преображемся, то мы бы раздаем племела. Понимаете? Племела тоже вот, они поднимаются, как и пшеничка. И славит Господа, так вот колыхается, колыхается. Но оно пустое, в нем нету зерна, в нем нету то, что умрет и воскреснет и принесет вам плода. Оно пустое. И потом собирает и сжирает. И Господь сказал, на время не трогайте, не вытирайте, чтобы не повредить пшеничку. И поэтому эти колыла растут в срединах. Они растут в роде славе, в роде хлопают, в роде свечки запарывают. Но они потом сожгутся. И нам надо четко сказать, если мы верим к преображениям, мы должны преобразиться, стать тем землем, тем землем, которое посеяно, и вырасти и в Рима, перешедшего. И в Рима это перешедший с языческой, он больше живет. Как Авраам, правда, сказал Господь. Выйти из народа своего. Авраам, да, Господи, вышел и он стал и в Рима. И это очень важно, то, что мы должны понять в новом христианстве, в новом веровании. Потому что мы должны изменить себя. Аллилуйя. Скажите, как это лето. Аллилуйя. Аллилуйя. Потому что как мы преобразуемся? Когда Ешуа пришел, он вначале говорил, я свет миру. Так было? Но когда он говорил, он говорит, вы, тебе есть свет миру. Потому что вы преобразованные, вы из семья Авраамова, вы приносите плод. И он не хотел, чтобы мы были привилами. Аллилуйя. Это такое кратенькое слово, мы еще общаться будем. Я хочу бабушке предоставить слово. Она еще на эту тему базована. Я буду поддерживать слово Божьего. Я читаю синодальный переклад с русской мовью, в кого есть в паперовом или электронном виглядке. И я попросила строгослово переверять то, что я буду говорить. На одних капеланских курсах нас учили. Если вы что-то слышите, по Слову Божьему, то, что вы еще никогда этого не слышите. Не спешите бунтовать и отвергать. Положите его тут на полочку. И просите Бога, чтобы вам показать. Если вам это нужно, Господь даст подпишись. Исайя 62 глава 1-й бирж. Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоись. Докольник взойдет, как сверх правда его, и спасение его, как горящий светильник. И увидят народ и правду твою, и все цари и славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарягут уста Господа. И будешь лицом славы в руке Господа, и царствию диаграммой на блани Бога твоего. Иерусалима, что не переброшу. Я два слова скажу про себя. Я родилася в селе Підбилою Церковью. Дуже такий, знаете, в українській родине. Патріотичний, националистичний. Ну, не совсем там, але таки паруски були. И вот, когда вечером семья там делилась на телевизор, завжди Бога заходила про життя, про политику. И завжди в усьому, когда им виноват и евреев. Я думаю, что моя семья не принята. И если быть честным самим с собой, то в многих украинских семьях, даже не украинских семьях, а в тех семьях, которые живут на этой земле, куда мы дали господь в користувание, то в этот момент присутній. А вот пару лет назад, мне как-то Господь повел благословлять Израиль. Я навіть сама не уміла, не розуміла, для чего, но я начала это делать и начала копаться. И вот давайте перейдемо разом с мною по Писанию, щоб оце говори Слово Божие. Я казала апостолу Павло, что все Писание было тут новевно. Все. Ведь бытия до откровения. Все. Ботиё, 12 глава, старшего вершала. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли Твоей, из распад Твоего, из дома Отца Твоего, в землю, которую я укажу Тебе, и я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твоё, и будешь Ты в благословении. Я благословлю благословляющих Тебя, и благословляющих Тебя, прогляну и благословляться Тебе все племена земли. И все, и явился Господь Авраам, и сказал, потомству Твоему я отдам землю сию. И Господь Авраам указал в грамоте. Откуда и воткуда. Книга Рома. Каша, дома. 16-й бюджет. Дорога Рома сказала, «Не принуждай меня оставить Тебя и возвратиться от Тебя, но куда Ты пойдёшь, куда и я пойду, и где Ты жить будешь, там и я жить буду. Народ Твой будет моим народом, и Твой Бог моим Богом». А тепер мы перейдем в Новый Завет. Иван Григорий Макфея. Первая глава. С первого вышла. Радозловие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. И пятый вышла. Сатун родил Волоза от Рахавы. Волоз родил Авида от Руфьи. Авида родил Есея. Ну, и так дальше. Рахав, язичница, блудница, яка попаялась. І в чём її заслуга була? Вона пустила, укрила заглядаторів ізраїльських. А потом прилетилась до Духнього Бога. І якщо вона вспоминана родословною Иисусом, як ви думаєте, велика – це честь? Да, армейська, дружка. А Руф, Муавитянка, із язичних. Велика честь, правда? Да. А в 21-му, вишні, в Евангелію 1 Макфея, коли Йосиф хотів ославить Мирію, коли узнав, що вона бодігна, в Евангелію я проповідамо по всьому світу. Наскільки мог переведена Біблія? Я навіть не знаю, ну набагато. При бажанні можна загликтися, можна замулиться. Євангелістів на вулицях достатньо. Всі чули ім'я Ісуса, всі відозвалися. Ні. Але в чому проблема? В тому, що ми інколи не розуміємо, хто такий Ісус Христос, Месія Вішува. Коли його маленького на восьмий день принесли в хаму по єдинському обряду, зробити йому обрізання, його піля храма на сходах зустрів когок сам нин. Який взяв на руки і що він сказав? Що це слава свого народу і світло для язичників. До чого я це все підбожу? До того, що у Бога є перенець. Так, ми Божий народ. В Божій сім'ї ми Божий народ, але ми не першими родилися. Першим родився Ізраїль. Подобається нам це, чи не подобається, але першим родився Ізраїль. Ісус Христос, єврей по плоті, жив як єврей, празднував, ну ми називаємо єврейські праздники, але коли ми заходимо в 23 главу Львів, там і написано єврейські праздники, там Господь каже праздники мої. А хто не такі люди, що дозволили їх поміняти, заміняти? І наш апостол Павло, шаут, апостол язичників, який був фарисеєм з фарисеєм, законник із законників, гнав християн першим. Але йому явився, Господь всіх Христос, Місія Віщова. І він поставив все і пішов за Христом. Він не зряду пішов на співслужіння. Він трироків був у селі, спілкувався з Господом і той навчав його, як донести благою вість людям. І послання до Римля, багато його считають переломою нового заповіду. І що про це? Про іудеї апостол Павло говорить. До Римля, 9 глава, з 3 вірша. Я желав би сам бить адлучовим от Христа за братьев моїх, родних, не поплоти. То є зраїльтям, котрим принадлежат усыновление і слава, і завет, і законоположення, і богослуження, і обитування. До Римля, 12 глава, 12 вірша. І так спрашиваю, неужели вони приткнули, щоб совсем пасть? Ніка. Але от їх падення спасення язычникам, щоб візбудити в них ревність. Якщо їх падення богатства миру і осьбудення їх богатства язычникам, то тем більше полнота їх. Вам говорю, язычникам, як апостол язычникам, я прославляю служення моєю. Не візбуджу ли ревність в стройниках моїх по плоти, і не спасу ли некоторых із них? Ібо якщо отреже не їх примирення мира, то що буде принятие, як не життись з мертвых? Якщо начаток свят, то і целі, якщо корень свят, то і ветви, якщо ж некоторі із ветвей отломились, а ты, дікає маслина, привігся на місто і ста лучником корня і сока маслины, то не превозносись над ветвями. Якщо же превозносишся, то вспомни, що не корень держит тебя, що не, ти корень держит, що корень тебе. Скажеш, ветви отломились, щоб не привіться. Хорошо, вони отломились неверием, а ты держись верою, не гордись, но бойся, ібо якщо Бог не пощадив природних ветвей, то смотри, пощадив ли і тебя. мені здається, ці речі дуже так заставляють покупатися в собі, знаєте, як через сито просіє, а це сито, це Слово Боже, це лігод. Я особисто не ділюймо на частину, тому що коли Ісус Христос заключав Новий Завет, давайте разом вспомним, хто був за столом. Апостоли. Два, чи четыре, іду, а то є, іду, іду, іду. Ким вони були? Євреїни. І в Галатах 3-я глава 29-й речі. «Если ви Христовы, то ви Сеня Абраамова і по обетованню наслідники. Наслідники от того обетовання, шоб бити її в 12-й главі Господа Абрааму. Самий страшний дух який руйнує Божий народ – це є дух християнського антисемітізму. Не превозноситься ми повинні, а просить Бога, щоб із нашого старшого брата Ізраїла із лиця духом святим було знято оте легенне покривало, яке дотепер знаходиться і яке вже поступово починає злітати. Тому що ми разом Божий народ. У Бога один народ. У Бога нема окремий народ. У нас є діти, хтось перший родився, хтось другий, хтось третій. Коли діти між собою сваряться і чубляться, це батькам як? От так і було. Тому що він сказав, якщо мати тебе розстави, я тебе ніколи не розставлю. От така його любов, батьківська любов, неперевешена любов. І тому я попрошу вас разом зі мною благословити Ізраїль. А любов, Господь, та буде ім'я твоє благословенство. Ми дякуємо тобі Господи, що ти шість днів сотворив небо і землю, а в сьомний день почешово. І нам заповідав, що очтий день суботній. Славені, пропозносені тепер, величайні. І дякуємо тобі за перенцем того Ізраїля. Ми благословляємо Ізраїля. Ми просимо Мира Єрусалину, Господи, і ніякі розпечіки стріли лукавого, хай не будуть успішними. Господи, наповни їхні катки виноградним соком і оливою, а таки їхні зерном. Даруй їх дощ ранній і дощ пізній. І та буде ім'я твоє благословенство. І та вбійте Ізраїль в свою територію. І хай збудеться все те, що тобою речимо через пророків для перенцем Мого Ізраїля. І молю Тебе, Господи, Давид, наші очі узріли з'єднання двох жезли. Жезла Ісути, і жезла Іфрема. Славен Тебе, привозносим, величайним. Ми тобі дякуємо і за Сина Того єдерородного, якого Ти явив цьому світу, який прийшов показати нам, як нам потрібно жити. Як Ти хочеш, щоб ми служили Тобі. Який став для нас живим прикладом Слова Твого. Склавим Тебе, величайним, привозносим. І просим, Господи, прости Богу і помилуй нас, очисти нас від всякої скверки, від всякого духа релігійного блуда, від всякого духа антисамітизма. Господи, очисти нас і очисти цю землю, на якій ми живемо. Не допусти, Господи, розгоранню отого всього непострівства, яке піднімає воли. Моли, ми просим Тебе, бо Ти наша надія, єдина наша надія, наша рівного церкву, по ім'я Месія ішло. Амінь. Амінь. Може хлопозвали. Будьмо. Дякую, дякую. Дякую, дякую. Дякую, братья і сестры, і до всіх приветствують, снову, хто ще подошел. О, і братья і сестры, Церковь наша начиналась собственно с этого. И служение свое реформаторское православное здесь в Краине я начинал именно с этого. И благодарю Богу, что Украина стала моей второй родиной. Моя первая родина Россия, где родился я и вырос, родился в Побожье, жил в центральной европейской России. И все мое детство, юность и жизнь, первая часть моей жизни проходили в России. Я не мог себе представить, что я буду где-то еще. И вот Бог привел... Ну, я приехал в Украину как бы не в хорошей жизни. Вот, братья мои стали меня гнать. Вчерашние мои друзья и все товарищи. Традиционные православные священнослужители. Потому что я вышел в 96-м году. Я вышел из традиционного православия, в котором жил, в котором служил. Вот, 30 лет назад начал свое служение. В 87-й, 88-й годы. Это Орловско-Турианская епархия, Орловская область. Город Орел сам непосредственно и село Лепешкино, где начиналось свое служение. Потом Московская область. Потом Рязань. 27 лет назад стал священником в Рязани. В эти самые дни в Рязани служить начал как священие Божия. Да, в 91-м году. И до 96-го года я служил священником в Сельском, священником в Рязанской области и в Брянской области. Вот, в полтора года служил. То есть все мое служение проходило тоже в России. Хотя уже в Брянской области я соприкоснулся немного с украинской культурой, с ужик украинский, элементом культуры украинской. Потому что там, где я служил, в Брянской области, до Крущева это была Черниговская губерния, Черниговская область, это черниговская земля, древняя княжеская черниговская земля. Украина. Просто потом, когда был битрой, при Крущеве территории, то это часть стала частью Российской Федерации. Но там сохранился служик. А если в село видишь, где-то глубокое село, то там до сих пор еще слышно украинские слова, украинская речь, не как-то черно это было. В хаты находишь дома, они дома уже называли хатами, все называли. И в любой хате там ручки висят, у них странно, такого я не видел раньше, ни в Московской, ни в Барловской области, ни в Рязанской области. Но я сейчас не о том. Потому что тогда я впервые соприкоснулся с элементами культуры украинской. Очень даже интересно для меня было такое наблюдение. Но затем, в 96-м году, когда я вышел из традиционного православия, то мои же братья бегили в небоем. И в том числе даже и физически хотели убить.